Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Номер 780. События дня. Сегодня у нас какое число? Второе, это вчера за первое было. Эпиграфом взято. Матфея 24,4. Иисус сказал им в ответ, берегитесь, чтобы кто не престил вас. Да, первое, второе, 2018 год. Сергей Евтушенко. Это тот, кто помогает, которые стоят у меня на сайте СЛС-склады. И он как раз работал по этим, по житиям святых. Это не просто так было. Потому что в прошлый раз мы смотрели, сколько там 350 с чем-то уже было выставлено другим в прошлые годы житий-то. А их 1173. И теперь вот в этом все надо было их выставить по векам все это, по числам. И выловить те, которые были. Теперь остальные опять разложить по векам. Это вообще работа была... Я не знал, когда кончить. Он закончил все. И пишет. Игнатий Тихонович, честно говоря, я тут и половины не сделал. Понятно. Все сделал. И вдруг, говорит, я половины не сделал. Мне не надо положить, чтобы микрофон был. Так, половины не сделал. То есть, можно понять так, что я сам-то тут половины не сделал. За меня кто-то сделал. Так и оказалось. За меня Господь большую часть работы выполнил. Ну, сказать это каждый может. Но теперь вы послушайте, что дальше-то идет. Даже в таком мелком деле он решил помочь. Как мне думается по вашим молитвам? Человек помогает. А мы каждый день о нем молимся. Помощники по интернету. Два Сергея появилось. Еще Новиков Сергей. А-то Тевтушенко. И они... Кажется, Андрей Крючков взял там... Все, которые... Ну... Все, что там было, начитано мной. И все это нужно в видео поставить. Тоже все закончил. Они начали... Внезапно все не сговариваясь, не зная друг друга. Появилось 4 человека, а потом еще один пристал. Еще один сбоку. Ну, так не очень. Ну, а эти вот много. И одновременно почти все закончили. Вот удивительно как. Дело в том, что при разборе файлов мне нужно было выбирать фрагменты аудио из двух часовых дорожек. Дорожка час продолжается. А там, на этой дорожке-то, идут один за другим святые. Вот как это все надо было разбивать ему. Так вот, бывало так, что из всех двух с половиной часов аудиозаписи мне нужны были всего 4 фрагмента по 2-3 минуты. Вообрази. Это не книжку листать, а слушать. В каком месте 2-3 минуты-то? Туда дернул, проскочил, нету, ничего нету. А их искать надо. И они были разбросаны абсолютно в разных местах этой дорожки. Вам понятно, что дорожки это катушки были тогда магнитофона, на них записывалось. А потом надо было оцифровать. А теперь из-за оцифрованного он старался выбрать, найти, что там из этого написано было-то. Потому что каждая дорожка 2 часа 5 минут. А на одной катушке размером 375 метров 8 часов 20 минут. 4 дорожки. Я помолюсь перед работой, а потом наугад выбираю место в 2,5 часовой записи и сразу попадаю в начало нужного куска. Это невероятно, это не книжку листать. Это даже невозможно представить, я этого не знал. Сразу я думал это просто совпадение. Но когда это повторяется 5-6 раз подряд, в разных файлах, на разных по длительности кусках аудио, меня страх начинал охватывать. Понятно? Ну вот пишет Юрий, говорит, мы идем с женой и говорим. А вот это вот так, вот я сегодня слышал, говорит Юрий, преподается имена, это в академии, там в государственной университете, при митрополии. Вот. И прихожу домой, там ужинал или что делаю. На выбор, говорит, я даже не знаю где, где остановился, где что было. Ну ладно, сегодня пятый том, там Златоуста послушаю. Ткнул, а вы дальше продолжаете говорить, о чем мы говорили. И при том это не один раз, говорит, все время. Я, говорит, сначала тоже так боялся даже. Еще что? В итоге я попадал на нужные места в файлах примерно в 70% случаев. Бывало так, что самый трудный участок работы, который я рассчитывал делать несколько часов, получалось делать за 5-6 минут. Я не знаю, он когда выставлял их по векам, жития святых, ну невероятно мне казалось. Я бы, ну это невозможно найти, это же не бумага листать. Так что для меня это была не только помощь вам в распространении ваших бесценных трудов, но ценный урок и большая польза. Я почувствовал сильный страх, что Господь стоит сзади меня и помогает мне. А я могу без усердия делать эту работу. Он в Новосибирске живет, мы никогда не знали друг друга, некоторые, которые недруги-то, они ничего этого не знают, но они просто злобятся, что в них-то ничего этого нету. Живой связи-то с Богом нету, а сатана там наворачивает, священники особенно лютуют. Ну вот послушайте, зазомбировал я его, он книги приобрел, купил, я ему выставил, он получил. Так и получил возможность славить Господа за то, что Он даже в маленьких наших трудах помогает нам недостойным. Пишу вам это, чтобы разделить с вами свою маленькую радость и во славу нашего Господа Иисуса Христа. Понятно, вот это радость, если бы он работал, не испытал бы. А теперь все это есть радость, я отпущаю. Игнатий Лапкин. Конечно же, мы молимся вас ежедневно, поминая ваше имя как помощника, которого Бог послал. Конечно же, этого Бог всемогущий так сделал вам. Мне в таковом деле отовсюду пишут, что пришли на наши ресурсы через сон, там увидели меня, хотя они знали и не подозревали, что я где-то живу. Даже не слышали, не смотрели, ни ролики, ничего не знали, вообще не знали, чистое место. И получают ответ из книги и передач по радио именно в точку. Как вы попадаете ежедневно, не думая в такой громаде информации, в 26 тысяч страниц найти именно то, что нужно. Богу слава вовеки. Я соединил книги свои 30 томов в один файл. Это 26 тысяч страниц, как книгу. Вообрази, какой она толщины эта книга будет. А какая это толщины? Метр сорок. Метр сорок. Вот вообрази. Это такой толщины книга. И нужную страницу сразу Господь открывает. Это вообразить нельзя. Так, Наталья Усатая. Это совсем о другом говорит. А чтобы это было понятно, я сейчас немножко отвлекусь, перекину. Вот, допустим, сейчас, вот жития святых. Это вот он, что Сергей делал, этот, Петушенко. Вот это первый век идет. Какой святой идет, что здесь. Вот это в ролики превратил. А теперь по векам. Это вот по векам. Какой век идет это? Пятый. Это шестой. По порядку считай. Потом девятый, двадцатый, четвертый. Потом седьмой, восьмой, десятый, одиннадцатый, двенадцатый. Я слева начну на скраю. Да, теперь напротив, у каждого написано, какой век вот это, девятый. Сколько там жития святых? Шестьдесят один. Шестьдесят один Павел здесь. А здесь? Двадцать один. Здесь? Сто сорок четыре. Сто сорок четыре. Вот я вот сейчас открываю, вот оно пошло, смотри. Это каждое житие насчитанное было еще до восьмидесятого года, когда меня арестовали. Вот. И как это, а где это можно, допустим, ну, пока не работал, ну, вот просто открыть. И вот, сейчас я покажу. Вот наш во свете Библии православный библейский сайт. И вот здесь написано «Звук и видео». Это этим занялся «Звук и видео» Сергей, вот этот, Евтушенко. Вот он ткнет сюда. И дальше. Аудио. Библия начитанная. А вот Библия начитанная, это забрал, над ней работал. Я разбил ее по главам всех книг Сергея Новиков. И я выставляю сейчас где-то дальше. Библия повторно начитана. То есть взяли какой лучший вариант. Архипелаг Гулах, это все Сергей Новиков. Творение святого Яна Златоуста берет Сергей Евтушенко. Ну, нет. Кажется, он житьями занялся. А творение-то Златоуста. А, Андрей Кричков, Америка. Не знают друг друга. И сами разобрали. И говорит, выставил, а этот сделал. И выставил. И говорит, а вы знаете, что я по файлам разбил? Ну, по файлам, думаю, насчет файла-то дорожка. Я даже не вскрыл. И оно больше года стояло нетронутое. Ждало момента, когда появятся другие люди. Одновременно струнулось в место. Вот еще что чудо-то какое. И главное, я все время, когда приходят в моем мире, там почта. И каждый день я, ну, там у меня уходит, сегодня у меня с утра уже 17 роликов. Вчера 18 за день, за день. А ролик это 2 часа 20 минут. Это не один, ролик говорю, это как дорожка на файл. Это же, даже вообразить нельзя, сколько здесь материалу. Это годы ушли у меня. Там я, ну, пришлось за это ответить. И вот теперь они разобрали между собой. Яна Златоуста, он сделал, ну, год или полтора раньше. Я обычно выбрасываю, а это не выбрасываю. Я не могу объяснить, почему. Знаешь, ну, что это особенно-то, ну, ладно. И даже не вскрыл. И оно так и стояло у меня на почте. А где это? Ну, сейчас вот примеру сказать, чтобы это было понятно. Я вернусь потом к этому. Это вот моя страничка в моем мире. А вот почта. Вот посмотрите. Почта. И вот она. А Андрей, так. А, я его уже разобрал и перекинул в архив. Это другое. Вот на умы не выбрасываю Андрей. А здесь еще этот, если не из Великобритании. А этот из Америки. Вот из Америки. И он, ну, так просто получилось. Что не знаю, я держал его, а потом раз, вскрываю. Я вскрыл только, и сразу появляется Сергей Новиков. И вот это начинается работа. Работа. Не просто так работа. А они тут работают и денно, и ночно. И вот теперь я снова хочу показать в этом моем мире. Вот она где. Теперь мы вышли сюда. Ну, вот дальше он берет все, смотрит. Ага. Жития святых, 12 книг. Он ничего не знает, только нашел. Вот откнул на него, о, а это что? А это что? Вот это первый век. Это я выбрал из 12 книг Дмитрия Ростовского. А на каждый день определенное число житий святых бывает. 3, 5, 10, больше. Но взятые из разных веков. В одном дне бывает первый век, пятый, пятнадцатый, семнадцатый. Так вот я выбрал из 12 книг, 365 дней. Выбрал первый век идет, вот он. Потом второй, потом третий. Каждый синенький. Вот это вот, это, знаете, дорожка, 2 часа 5 минут. Четвертый век, смотри, сколько. Ну, а что тут, цифра, она ничего не значит. А внизу каталог по житиям святых. Теперь я воткнул, а вот теперь, а вот теперь-то началось. В каждом веке сколько, одна дорожка, файл. Вот она теперь, такого сентября. Мученики, вот они сифор. Продолжительность, это две страницы. Сколько страниц в самой книге. Я теперь просто прокручу, чтобы вы поняли, что это такое. Сколько работы проделано. Ему это все надо было разбирать. Да при том, если бы он, ну, брал по порядку и считал, нет, порядка нет. И уже выбрано было 351, кажется, видеоролик. О житии. А их 1173. Это я просто прокручиваю, чтобы вам было понятно, по этому мельканию, сколько всего есть. Это каждая. Тут Сергей Пупов помогал тогда все это, составить таблицы. Вот они, файл. А вот какой большой файл. Вот, смотри. Это маленькие, вот, ага, маленькие идут. Маленькие, по полстраницы, там, вот полстраницы. Ниже, меньше полстраницы не брал, упущенные, их там читать надо. А вот 42 и 43, все только две. А что это? 42 страницы Василий Великий и Сильвестр 18. Все. И вот дальше я прокручиваю на все это. Вот это он все разбирал. Но каждый век начинается с новой катушки. А предыдущая катушка бывает, две дорожки, все, она кончилась, век тот. Я тогда добивал святыми отцами. А так что приложение? Слово Исаакха Сирина, Кирилла Туровского, послание Климента. И в каждом веке точно так же дополнение называется. Настольные книги брал. Жития святых. Это второй том настольной книги священнослужителя. Второй и третий. Дополнительные, которые дорожки заполнял, вот это Григория на реке от Си, просчитанность Доропея, Кирилла Иерусалимского, покаяние, как Максим Исповедник и Прим Сирин. Трудами их. Такого материала нигде в интернете нет. И почему-то, думаю, вряд ли кто за это возьмется. Это не просто взять в житие одно насчитать. Это вот я все показываю. Идет, расшифровывается то, что там эти синенькие стоят. И теперь мы посмотрим, вернем назад. Вот здесь. Возвращаемся. Так. Дальше. Наталья Усатая, отец Игнатий, прочитала, прочитала. Я смотрела ролики о собрании. Но честно сказать, можно ли такого человека допускать было ко крещению? О романе малыше. То он был не таким. Еще раз говорю, нет. И там видно сейчас он стоит в крещении был, и веселый. Ну, тут два варианта. Что он приехал с этим багажом, дальше начать смуту вот такую делать. И все в себе таил, таил до времени. А потом это с заданием приехал. Но другой вариант. В небодрый стол он. И еще да, приехал. У него уже было что-то там. Стерлигом он нахваливал там. Ездил. Славик этот, Крашенинников, ребенок-то. А на нем полный отчет, да, ничего нет. Он мультиков насмотрелся и все. Нет, это святой. У него была земля плоская, не шарообразная, нигде не летит. Она стоит на столбах. Ну, а столбы на чем-то уперты. На черепаху, наверное. А черепаха на слона. Слон там на воде стоит. Что-то такое у него было. Было. Но дальше не шо. Ну, только Нилов верит и верит. Полная свобода. Но тут прорвало его буквально. Стал объявлять еретиками меня. Все еретики занес. Буйство началось. Просто. Но перед этим было видно. Когда он молился, я сразу говорю, что так молишься-то? У тебя. Ты как будто смеешься над этим. Не веришь ты в это? А что такое? Он не понимает. Я говорю, запиши. И он записал на аудио. Стал слушать и увидел. Там где-то нельзя подменить. Это, ну, все это было. Молились мы. Это было даже записано. И дальше. Так, Бог есть солнце. А солнце круглое. Вот и все. Шагаем по земле. Приседовала. Он все о предании святых отцов. Ты снимал. Ты снимал как раз, Никита. Да. Давай. Покажем тебе. Говори. Это я снимал. Да, ты снимал. Давай. Тут у нас утром. Вот как идет. Володя уткнулся в свое. И один слушатель. Надежда Васильевна. Благодарная слушательность. Вот она лучше уже повязки сняла. Господь милостивый. Это мы сегодня 2 февраля считаем. И вот Никита помогает мне. Так, выше будет. Давай. Для него Библия не на первом месте. Да. Он сразу такими мыслями не понравился. Я обратила внимание, что те люди, которые не придерживаются священописания, быстро отпадают от православия. Как можно говорить, что московская патриархия вся еретическая? Это уже ни в какие ворота не лезет. Вот так вот он сам все это решает. И таких людей находит. Каких-то там Антонев, шляховых или каких, которые отлученные, там больные. И в биографии это есть. Больные психически-то. Он всех их сразу принимает. И это мой духовник. Как ребенок сделался вдруг. Это объяснование. Сначала надо разобрать слово. Это что означает. А потом говорить. Я помню, как в занятиях по скайпу Анастасия спрашивала о католической церкви. Она ревко была написана. Реветка. Ну разве может церковь, которая имеет рукоположение от апостольских времен, быть еретическая? Какая бы она ни была хромая, больная, захваченная пиратами. Но она церковь. До времени пока не еретическая. У Арии было все законное. Но церковь признала их ереси и все. Целая. Вот Несторий, Патриарх, да. Вся, абсолютно вся погрузилась в ересь. И имеет рукоположение, и все. И вся уклонилась в ересь. Если на него наденут наручники, у него время будет подумать. И может одуматься. Про Романа говорится. Он документы там это сжигает. Ничто не верит. И оформлять надо. И при том, Роман-то еще что? Еще летом я ему говорил. А батюшка все время наставил. У тебя какое гражданство? Украинское. Так ты давай скорее оформляйся. Тебе что строишь-то? Это все отнимут у тебя? Власти-то придут. У тебя нету. Ну вот сейчас мы и осенью там я поеду. И мне говорил, поеду. Все. Он не думал ехать. Почему не поехал нынче? Никак. А зачем? Паспорт вообще, оказывается, не нужен. Он провозносил. Или такой план был. Или просто свихнулся. А дальше он уже не знает. Его сатана бьет об заборы. Дальше. В заключении, интернета нет виртуальных друзей. Да. Кому церковь не мать, тому и Бог не отец. Тяжелая ситуация. Человека с хорошими качествами в большинстве. Ожидать приходится пакостей. Он для меня столько сделал. Ну, не для меня, а для всех делали нынче. Там привезти, где отвезти, бульдозериста, заострять сваи, пилилы. Ну, везде безотказно. Цены ему нету. Дальше. Он свалил тополя. Тут такая куртинка росла, большие тополя. Там никто в середине деревни. Места нету. Дальше идти. Охота рядом где-то быть. Ближе к храму. А он не стал говорить, один стал болеть. Это вообще. Такое трудяга. Ну, вот сейчас все. Дальше больше будет сказано. Сергей Игнатов. Мир вам. Шалом. Как приветствуют друг друга, сыны Израиля. Что означает «зрящий Бога». Наш патриарх Иаков боролся с Богом, чтобы получить у него благословение. Но не хитростью, как он получил у отца своего Исаака, по совету любящего матери Ревеки. Читая псалмы, многократно встречая молитву царя и пророка Давида о том, что Слово Божие оживляет душу. Мы знаем, что слово «оживить» означает вдохнуть в мертвое тело жизнь. Воистину, Господь по сей день через чтение Священного Писания оживляет наши умершие или на грани этого состояния души. Я лет 15-20 замечал, что чтение псалтыра в течение часа, даже на трудно понятном славянском языке, при упадке сил оживляет душу и в нее вливается Божия благодать. Потом, благодаря, по милости Божией, встрече с известным нашим строгим и добрым наставником во Христе, через чтение Святых Писаний по толкованию учителей Вселенской Православной Церкви, пришло гораздо более глубокое понимание Слова Божия и желание жить во Христе. Благодаря Господу, который соединил нас в этот чат по-русски и сообщества, кажется, через нашего Учителя и наставника во Христе, мы стали более грамотными в изучении Слова Божия, хотя и не так, как бы хотелось. Стали ближе друг к другу и созрели для того, чтобы каждый из нас собирал подобные сообщества там, где мы живем. Это будет означать произрастание семян, которые Господь сеет через данного нам Богом наставника. Как это делать? Твердо и существенно мы видим, как на примере апостолов и их учеников до сего дня. Писать общую словокритику на наших нерадивых священников в плане исполнения всех повелений Господа и канона Церкви, без увещания конкретных пастырей, не заботящихся о пасомах. Занятие малозапродуктивное. Каждый народ, каждый приход достоин того руководителя, которого заслуживает. Всем нам далеко еще до совершенства. Поэтому нас призывает Господь, чтобы мы были совершены, как Отец наш на небесах. Поэтому будем благодарны Богу, что Он дал нам подобного наставника, чтобы открыть заложенные в нас Богом таланты и приумножить их. Аминь. Рустам пишет. Игнатий Тихонович, мир вам. У вас... Этот в Италии живет, в Италии. У вас юмор гениальный, как и ваш ум. Меня более всего поразила фраза, наглотавшись интернетой блевотины. Хотел у вас поинтересоваться вот о чем. Вы как-то в одном из своих видеороликов «Прогулка в лесу» упомянули, что сектанты впереди нас идут, православных, и что баптисты, пятидесятники, на страшном дне судьями нашими будут. Как это интерпретировать в 16 главе книги «Числа», на примере которой указано, что люди, отошедшие от церкви, после смерти живьем в ад пойдут. Да какой же тогда и людяков суд ждет? Игла. «Покажите, где было сказано про суде ретяков, о чем там речь идет. Если же не сможете найти, то все равно разъясню смысл таких слов». Лука 11, 31. «Царица Южная восстанет на суд с людьми рода сего и осудит их, ибо она приходила от пределов земли послушать мудрости Соломоновой. И вот здесь больше Соломона». То есть представь, а Христа-то никто не признавал за Господа, он говорит-то. И тоже думал, ну что он себя так возвышает, выше Соломона знает никого нету. И она восстанет царица, язычница. Как она восстанет? А что впереди Сенова в Израиле будет, конечно. Так она и так в воду находится. Ну слушай дальше. «Речь идет о царице Савской». Она называется Южная. «И не в том суд, что она где в рай пошла, а по одному ее делу, путешествию. Так здесь сектанты...» То есть вы рядом, со мной меня не слушаете. Она от края моря пришла, женщина. Как Златоут говорит, слабая женская природа. Все преодолела, да еще с дарами, да целый караван везла. «Так здесь сектанты через океан едут, говорят о Библии. А тут свои и ногой, и языком не пошевелят. Вот в этом смысле те слова сказаны, а не о спасении сектантов. Только об одном их действии, качестве. Господь показывает, что бык, вол и осел умнее человека. Где и как? В знании своего его места и того, кто кормит их». «Вот в этом месте, вот только. А вы не знаете, где храмы идут. Бык и осел знают кормушку, а ты не знаешь». Иса 1.3 «Вол знает владителя своего, и осел, если господина своего. А Израиль не знает меня, народ мой не разумеет». Вот как Роман Малыш, он сейчас все собирает, все. А что, поистине все отвергает. Мгновенно всех выбросил, объявил меня и реки ком. Книги мои там смотрят, и в книгах выискивают обвинения. «Батюшка-то ему сказал, говорит, ты чё, Роман, да тут брали там монастыри, профессора моими книгами занимались. Не один день-два, как ты сидишь там, а 14 лет, и ни одного слова не нашли. Дворкин занимался». Дальше. «Как царица Савская, Южная, не будучи даже иудейкой, и женщина при том, и будет на суде, восстанет вот так же». Как это так? Царица Савская, неудейкая, Господь говорит, она на суде будет. Скажет, я приходила слушать, почему вы Христа не слушали? Я про это и говорю, что сектанты из-за океана едут, жен, детей оставили, чтобы тут пропасть. Как понимают они. А вы рядом священники, говорю, ничего не хотите, они судить вас будут. Я вот на что опираюсь. Читайте внимательно. Ну, молодец, Рустам. Плюс пять. Или пять с плюсом. Он тогда говорит. Рустам. «Но многие сектанты из-за океана, быть может, и с любовью проповедуют ересь, не зная того, быть может, но все же вся их деятельность умышленно или неосознанно ведет к погибели многих душ. Это из того контекста, когда слепой ведет слепого, и в итоге оба в яме, в аде. Да, проповедь на кладбище все равно, так или иначе гениально. Огненная проповедь. Это я там в каком-то году, в 87-м, где-то мы ходим в лесу, каждое воскресенье отдыхаем, и я там говорю. Из Болгар, Татарстан. Вот из Болгар. Вчера прислали. Мой духовный маяк пишет. «Христос посреди нас. Мир вам, дорогой, о Господе Игнатий Тихонович. Обращаемся к вам по просьбе протеерея Владимира Головина, что из Болгар, Татарстанской митрополии. Батюшка просит искренне поблагодарить вас за горячее слово поддержки, за ваши искренние слова о деле Божьем, совершаемом в Болгаре, и, конечно же, что в вашем обращении призвали верующих к молитве за это богоугодное дело, а также и о батюшке». «Если бы отдельно было названо, отец Владимир, а то там где-то среди собрания я выступил-то, и оказывается, смотрят они это. Я даже это не знал, вчера только узнал». «Батюшка всегда с желанием смотрит ваши видеобеседы и проповеди. Он также просил передать, что он взаимно уже давно искренне молится о вас еще с 80-х годов». «То есть это уже 37 лет молится». «Знаю вас с семинарских лет». «То есть он в семинаре был, а я в тюрьме в это время». «Даст Бог, и если удастся найти свободное время, батюшка бы в желании посетил вашу общину, чтобы увидеть ваш быт и обязательно поделиться нашим». «Сбраска любовью о Христе, Болгар, февраль 2018 года». «С первого, вчера они прислали. Я отвечаю». «Игнатий Лавкин, благодарю за отзыв. Да, мы на собрании воскресно после литургии в трапезной всегда собираемся. И я озвучил дело отца Владимира Головина и отца Глеба Грозовского. Призвал всех молиться, что мы и делаем с благоговением, прося воли Божией на всех поминаемых. Приглашаем или на День деревни, первое воскресенье после 14 мая, или на престольный наш праздник Свято-Анфимовской общины, поселка Потерялька, 16 сентября. По новому стилю все даты. На отца Владимира нападают самые неуживчивые из, в кавычках, миссионерских отделов, опасные завистники. «К нам нет дороги зимой совершенно, потому в гости только летом. На эту тему можем поговорить потом, когда надумаете приехать. Батюшке передайте это». Это я, батюшке, и написал, как проехать к нам, наши ресурсы. Я не стал тут их уже... Ну, тут все понятно. Дальше. Так, из Болгарса просто. Я ночью встал, и они уже ответ прислали. «Спаси Господь, Игнатий Тихонович. Обязательно распечатаем и передадим ваше письмо батюшке». Распечатаем что? Наши ресурсы, чтобы другие знали. «Заранее благодарим вас за приглашение. Будем стараться в один из предложенных дней побывать у вас». Ну, шесть сказаний где-то. Дальше. «О поездке обязательно предупредим заранее». Ну, один пишет. «Куплю книги». «Куплю книги». «Добрый день, Игнатий Тихонович. У меня есть ваши книги открытым оком». Первый, второй, третий, значит... Вот перечисляет все и говорит. «К истинно православию и нет уз». Нет уз. Так есть, но православных нет и для Слова Божия нет уз. Вот это у них есть. «Я бы хотел докупить у вас книги, чтобы было все, что вы издали. Если какой-то книги у вас уже, может, нету, пойдет и бэушное бывшее потребление. Может, кто из братьев ее прочитал и мог бы мне ее продать. Скажите, сколько это все будет стоить? Почта до Тюмени. Будьте здоровы!» Ну, сколько это, я и не знаю. Надо будет считать, еще напишет. Это все ночью было сегодня. Елена Душенковская. «Здравствуйте, Игнатий Тихонович. Давно изучаю ваши книги и смотрю видео. Мне очень нравится ваше обличительное слово. На основе просмотров у меня возникло несколько вопросов. Первое. Вы говорите об епитимиях, которые должны накладывать на согрешающих священники, согласно книге правил. Наверное, как вы думаете, нужна ли большая рассудительность в этом вопросе? Конечно, очень большая. Допустим, если многие прихожане старшего возраста в наших церквях, выросшие в советское время, многих крестили в детстве по наставлению родителей без катехизации. Да. По сути, свои половины жизни они прожили в неведении, вне церкви, а обычной мирской жизнью. И вот, когда на каком-то этапе жизни они обращаются всем сердцем к Богу, встречаются лично со Христом, и в таинстве исповеди открывают пред Господом все свои прегрешения, тяжкие и нетяжкие, которые они совершили, можно сказать, не совсем сознательно, так как в то время не знали евангельских заповедей. Должен ли священник со всей строгостью подходить к таким людям и накладывать многолетние эпитемии, так как многие из этих грехов были совершены много лет назад до исповеди? Много лет, но и за давностью все это списано, да и все. И второй. Второй был вопрос о планировании своего времени и своей жизни. Что Библия говорит о том, как мы можем и позволено ли нам делать планы своей жизни на год или больше для того, чтобы стать более организованным и упорядочить свою жизнь? Слава Иисусу Христу! На малое время, как Валат говорит, хотя бы на тысячу лет, примерно. Более-менее, говорит, ответ Игнатий Лапкин. Это нетрудный вопрос, если знаешь святую Библию, и труды святых отцов, и каноны. Там все это отвечено подробным образом. Вопрос. Все, что было, было ли уже после того, как человек принял святое крещение? Или был неверующим и не крещен? То есть вот два вопроса. Когда это делал? Во втором случае сразу допускается докрещение после полной катехизации. А вот в первом случае нужно рассуждение и немалое. Рассуждаем по-простому. Человек принял крещение, стал крестьянином и сделал дурное, совершил тяжкое или, по его мнению, даже мелкое нарушение. Виновен ли? Ответ. Конечно, виновен. Просто женился, взял уже замужнюю или разведенную. Он и она в первую брачную ночь виновен или нет? Ответ один. Виновен. Прелюбодей. Но живут далее, на исповедь не ходят, рождаются дети, много детей, десять красивых и счастливых отпрысков. И что? Вина родителей уменьшилась или увеличилась? Когда грех. По своей прихоти они узаконили беззаконные. И живут душа в душу. Не нарадуются. Значит, одна ночь первая, это грех, прелюбодеяние. А вот если он неделю всю живет с женой, год, то теперь уже все. Святость засияла светом. Одеяло сгорит. А дети? Что дети? Они же хорошие и успешные дети. Но вот что нам про этот случай говорит Святая Библия. Премудрость Соломона 4.6. Ибо дети, рождаемые от беззаконных сожитий, суть свидетелей разврата против додителей при допросе их. Вот и все. Дети, это свидетели живут. Десять свидетелей будут, блудя нажитые. Когда суд-то будет. Святой Иоанн Златоуст поясняет, что если в то же самое время или в той же местности, во всем городе Москве, уверовала одна душа, а она на суде Божием, страшном, будут свидетельствовать против неуверовавших. Смогла ли я найти дорогу? Смогли бы и вы. Солом 1.3. И будет он, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод во время свое, и лист, который не вянет, и во всем, что он не делает, успеет. То есть, пожалуйста, планируй, и все успеешь. Одним стихом вот этим вот, это все ночью я сегодня отвечал ей. Теперь о другом уже. Андрей Недоступ пишет. И избави Господи Романа от духа лжи и заблуждений, вырви его из сети дьявола и сохрани жителей поселка Потеряевка и членов общин однопадков и хулителей. Даруй нам пребывать в истине и следовать за тобой. Благодарю Бога за вас, Игнатий Тихонович, и низкий вам поклон за вашу любовь, труды и возможность участия в общей молитве. Спаси Христос. Евтушенко Сергей. Если что-то нужно будет подправить или найдутся недостачи, пишите. За Романа я молился, но, честно говоря, опасаюсь продолжать, так как сильно его закрутило, раз он окружающую его реальность отрицает. Да и вообще, как он жену свою бросил и уехал, мне не очень понятно. Еще вопрос к вам, Игнатий Тихонович. Имеются ли у вас ваши книги в формате Word, но разбитые по отдельным файлам? Я хотел бы перенести их в формат для чтения в мобильных телефонах, сделать для них активное оглавление. Сейчас у всех мобильные телефоны под рукой, и очень удобно с них читать книги, когда выдается свободная минута. Целую книгу с собой-то таскать не будешь? К тому же их можно будет поместить для скачения на ваш сайт. Они будут пользоваться спросом, как мне кажется. Игнатий Лапкин, только здесь и в таком формате. Берите и делайте что угодно, во славу Божию. А дальше он говорит, что когда переводят они, а там в пейджмейкер, как книга просто со страницами, а перевести в Word, и там накладки какие-то, ошибки. Я говорю, у меня уже готово. Он говорит, ты могли бы дать ему сейчас, не отходите. Я бы сразу раз и скинул. А он попросил для Слова Божия, а не ту скисленную православию хотя бы дать-то. Ну а дальше мы начали разговаривать. И он только спрашивает, ну а каждой книге-то вот корочку бы мне надо, не могли бы снять. Я говорю, уже снято. Не отходите, сейчас я вам накидаю. И я полностью начал накидывать все, кисленную православию, и все, и все тама, все до одного. Скинул. Но они у меня получили с маленького разброда, и он стал спрашивать, ну а в каком у меня порядке? Это на первой странице, ну корочка-то, на ней не написано, в том-то с корешка написано там. Ну и пришлось все это разъяснить. Все, в течение полчаса уже он все получил. Анастасия о романе Малыш. Малыш, жаль очень, это больно, когда оказываются разные цели с людьми, с которыми ты хотел строить жизнь. Я много лет мечтал о поселении, со своей общиной об овечках, коровках, сестры в юбках, братья с бородами, своя школа, единодушно вместе. Оказалось, что на самом деле такой жизни хотели единицы. Но все к лучшему. Потерявший ради Господа что-то, даже очень цены, обретает несравнимо большее. Но потерявший больше ради чего-либо, оказывается... Не ради Бога, а ради чего-либо. Ага. Оказывается и савом с чечевичной похлебкой в руках, которая так приятна вкусу. Это я вчера расскажу, почему этот разговор дальше тут идет о романе-то. Я увидел тут, к нему уже кучкуется, приходят люди, и он не знает ни фамилии, ни имени, ничего нету. Но они против нас. Ты знаешь, ты куда попал? Да, Роман, ты посмотри, где ты там есть. Если надо, мы приедем, вроде разберемся. Я понял все. Он перелез уже полностью, ушел. Его нету. Я тогда сразу тебе диктовал, ты писал, и я им отослал. Сегодня же проведите собрание. Надо все это рассмотреть. Потому что дальше он неуправляемый, неуправляемый, непредсказуемый. И что дальше будет? Но это обязательно вылезет наружу, делает он перед всеми. Утаить это нельзя, это не шило в мешке. Это путь из одних шилов, которые в мешке лежат. Но они, батюшка, там, да ну да как, да там что-то барабаш, да не надо, да что-то. А когда стали говорить, призвали его, батюшка, ой-ой-ой, как он начал здесь. Глаза такие как бешеные сделались. Он там, выгнать еретик, там он это совершенно чужой человек. Сатана полностью переплавил. Вот. И где это? А вот смотри, я сейчас это прикрою, потом надо будет вернуть. отсюда. Мы прочитаем, что я вчера написал. Вот, немножко. Вот здесь это роман «Малыш». Давай, прочитай. Так, в нашем деревенском уставе, который находится в краевом отделе... Поближе себя, далеко звук. Четко обозначена цель восстановления потеряевки. Восстановление деревни на христианских, православных, старинных, благочестивых русских обычаях. Есть ли у человека другая цель? Первое. Стать как зажиточным. Второе. Быть вдали от мира развращенного и погибельного. То это они могут сделать и в ином месте. Брошенных, разрушенных, согласно статистике в России, более 21 тысячи деревень. Они могут также с нуля начать восстанавливать только со своим уставом. Раз наш не нравится, а мы-то не отдадим устав свой тебе. Даже разговоров нету. Цель восстанавливать, а не разрушать. И главное, спасти души, а не только тела. Сегодня потеряевки, особенно в последний месяц, складывается иная ситуация. Добровольно, по собственному желанию, к нам приехал Роман Малыш. Он много уже сделал. Были хорошие отношения со всеми, ибо он активен, предприимчив, доброжелателен. Здесь он принял святое крещение, приходил на все богослужения, исповедался и причащался. В религиозном плане он легко вписался в устав деревни. Сам помогал людям, и ему помогали. Он ходил на исповедь, и не было никаких препятствий причащаться христовых таинств. И вдруг выявляется, что он активно пропагандирует, буквально навязывая теорию о том, что земля не шара, а плоский круг. С ним беседовали на эту тему, и было выявлено, что знаний у него в этой области нет никаких. А он все утверждения свои строит на том, что кто-то когда-то сказал в интернете. Это никак не отражалось на наших взаимоотношениях. И пускай верит, и все. Чтобы опровергнуть его разумение в отношении шарообразности Земли, ему было предложено выехать на Байкал на несколько дней, где он на опыте будет доказано, что Земля есть шар. А как, я говорю, мы с тобой поедем на машине, сделаем, чтобы складывалось сантиметров 15-20, такой по периметру 2 на 2 метра квадратик, и затянутый сверху красной материи. Чтобы положить, а нигде больше нет такой ровной поверхности, но летом-то вода кащается, а именно полная тишина застыла озеро Байкал. Везде с торосами как-то, на Байкале этого нет. Это уникальнейшее озеро в этом отношении. И вот, допустим, рост у меня метр семьдесят два, у Романа другого, на мой рост берем. Четыре километра восемьсот метров. Бинокли возьмем. Ты смотришь, ну видно красный. Ну видно же красный. Теперь, если я наношу 200 метров, уже не видно. Не видно. Если с тобой и стул есть, а стул возьмем, ты на него поднимаешься, он говорит, так это далеко, не видно. Ну да, далеко. Но ты на стул встал, теперь ты видишь. Опустился к ней, почему? Ну бугром идет земля, бугром. Это таблица есть, на каком расстоянии. На самолете летят, когда километров восемь-десять, то видимость у них там на 120 километров. А 121 уже не видят. Бугор. А он отказался. Он отказался. Третий ездер, 11-32. Эта голова устрашала всю землю и владычествовала над обитателями земли с великим угнетением и удерживала власть на земном шаре, более всех крыльев, которые были. Какого? Библия написано? Сидеть прямо дальше. Но он все еще так же ходил в церковь и причащался. В конце 17-го года, наглотавшись интернет и блевотины, он резко изменился в самую худшую сторону. И заявил, что когда будет приезжать к нам митрополит Алтайский и Барнаульский, Сергий Иваников, по нашему приглашению в День деревни в мае и на престольный праздник в сентябре, то он, малыш Роман, приходить на богослужение не будет, потому что московская патриархия вся еретическая. Но еще причащался. У Романа наступило время безудержного погружения в бездну. Уже через неделю после причастия в храме потерявки от отца Якима Лапкина, он заявил ему, что уходит из церкви насовсем, потому что у батюшки есть ИНН. По его мнению, знак антихриста. Роман заперся у себя в контейнере, что вызвало немалое опасение, что как бы с ним ничего не случилось. «Слава Иисусу Христу! Бог помощь!» Она в пятницу, Татьяна, просто растряпает, просит благословения. Дальше. Его по неделе никто не видит и не знает, где он. А он в интернете ищет себе новых друзей. Нашел духовника, где и будет отныне причащаться. Никогда не видел, не знает, какой он рукоположен, нету. Но он против нас, он узнал. Все, это мой. Он даже не скрывает это. У него главный критерий определения, кто против. Поддержит его заблуждение. Птица слетается к подобным себе. Дальше. Но далее случилось следующее, что уже никак нельзя оставить без внимания. Он сжигает свой паспорт и показался ей в интернете. Далее случается еще более глубокий провал в бездну. Он соединяется в единомыслии с врагами истины, которые злобятся на Потеряевку и на жителей ее. То есть, Роман Малыш открыто вышел на тропу войны. Не созидать, а разрушать. И теперь нужно объявить в деревне об этом всем жителям Потеряевки и друзьям в иных местах, чтобы объявить пост и молитву о бывшем нашем брате Романе Малыше. А его предупредить, чтобы он перестал, пусть даже и без своего желания, натравливать безбожных на Потеряевку. Он еще не осознает, что без гражданства России, без официального получения земли он не может строиться, если власти узнают об этом. Власть с такими расправляется везде одинаково, выпроваживает до границы. А кто сопротивляется, то у власти есть второй этап, наручники и в тюрьму. На то она и власть. Римлянам 13.1.5 «Всякая душа добудет покорно высшим властям, ибо нет власти не от Бога. Существующие же власти от Бога установлены. Посему противящиеся власти противятся Божию установлению, а противящиеся сами навлекут на себя осуждение. Ибо начальствующие страшны не для добрых дел, но для злых. Хочешь ли не бояться власти? Делай добро, и получишь похвалу от нее. Ибо начальник есть Божий слуга тебе на добро. Если же делаешь зло, бойся, ибо он не напрасно носит меч. Он Божий слуга, отомститель в наказание делающему зло». Но он тогда не принимает. Он вообще не принимает. Власть нет. У ней любого милиционера, ИНН есть, там, защипированные. Дальше он наворачивает и наворачивает. То есть вот это полностью он отрицает. Нет, это власть антихриста, и больше слушать не надо. А как ты живешь, строишься, тебе никто не мешает, но порядок определенный. Власть должна это учитывать, под контролем держать. И потому надобно повиноваться не только из страха наказания, но и по совести. То есть у него сегодня страх мы не знаем, а что совесть? Совесть сожженная. Собрание провести сегодня же, чтобы власти не обвинили нас в единомыслии с Романом Малышом и его нехристианским поведением. Мы ни в чем не изменили со дня его приезда, а изменился он. С его стороны измена. С его стороны измена. С его стороны измена. Мы не знаем о том, держал ли он уже заранее в себе эту дымящуюся головню, или приобрел здесь от интернетных злодеев. В очередной раз убеждаемся о прозорливости отца и Акима. Когда я вернулся из поездки в Соединенные Штаты Америки, я увидел впервые дружинина Геннадия Петровича, пенсионер, подполковник милиции, и спросил батюшку, что это за человек. И отец Аким сказал, я с ним не разговаривал, но скажу, что это очень нехороший человек. А почему, я не знаю. Прошло время, этот человек стал делать величайшие пакости. Буквально завалил прокуратуру и милицию жалобами-ябедами на жителей Потеряевки. Кого-то где-то мы ограбили, что-то такое там, ну, ну, и он лечился, сам лечился. Корешок хрена на 3 литра спирта. Инсульт. И его не стало. Относительно Романа Малыша батюшка говорил сразу что-то подобное, что какие-то неприятности ожидает от него. И опять это подтвердилось. 1.02.2018 года, Игнатий Лапкин. Ну, это, по-моему, понятно, то есть вообще бречье. И вот дальше. Вика Пахомова, она не знает, что я православная. Она с одной переписывается там с баптисткой. Не думай, что она молится, чтобы я стала баптисткой. А я ответил, что она, может ли, ну, я тут упускаю много почты. И, так сказать, ну, она за меня молится, это ничего. А я говорю, да она молится о чем, чтобы ты стала баптисткой. А что оно будет другое? И мы молимся, чтобы она стала православной. Я никогда ей и не стану. Я знаю, что истина есть только в православии. А за нее я молюсь, чтобы она стала православной. Вот и все. Потому что видно, что добрая любит Бога. И она тебе так же говорит. Спасибо вам за ответ. Я ее в Ютубе нашла. Катерин Докс ее зовут. Екатерина она, в общем. Жалко ее, что она в Атиме ходит. Она тебе точно так же говорит. Я дальше пишу. Дело в том, что и она о вас того же мнения. Того же. Заблуждаешься ты, илопоклонница. И у нее оснований так думать о вас не меньше. А даже, быть может, больше. Это из рассказа, когда люди едут на корабле, то им предлагают сдать за определенную цену свои ценные вещи в корабельные сейфы на время нахождения в пути. Потому что ты в одном помещении, в кубрике находишься. Приходит один господин и сдает свои вещи, то есть ценное ожерелье из жены и иное. И все равно ему неудобно, что он опасается соседа по кубрику каюте. Погромче говори, а то не слышно будет. По кубрику каюте. Кто будет с ним разделять путешествие днем и ночью? И он, смущаясь, говорит кассиру. Я обычно не сдаю вещи, но должен сказать, что мой сосед по каюте не вызывает у меня доверия. Опасаясь его. Опасаясь этого соседа. Кассирша успокоила относительно пассажира и сказала ему с улыбкой. Ничего, ничего. Ваш сосед приходил уже и сдал свои ценности. Говорил о вас то же самое. То есть вы у него тоже доверия не вызываете? Вика Пахомова или Паксомова. Прочла. Да, жаль романа, заблудшая душа. Будем молиться о нем. Отцу Якиму поклон передайте от меня. Наталья Высатая. Деяние 10.15. Тогда в другой раз был глаз к нему, что Бог очистил того ты не почитай нечистым. То есть они разговаривают там с кровью, падшая скотина, там, допустим, волки разодрали овечек. Вот в один день залезли 20 овечек и всех разодрали. Съели одну только, а 19 мертвые лежат. Ну можно ли это мясо взять? Нельзя. Свероядина. Всякая пища освящается Словом Божьим. И где тут запрет? Господь обращается к Петру, а искушать образ Божий не говорит о грехе. Если бы люди не касались своими руками бороды, и прочие, и женщины, то не ходили бы как общипанные петухи или курицы. Все просто. Не срегли бы себя. Или все просто. Евгений Тропков, а всякая просьба может обманывать и быть обманутой. Посему полезнее будет замедленнее крещение сообразным условиям и расположением того или иного лица. Даже его возраста, в особенности в отношении к детям. Не торопись. Ибо что за нужда подвергать и восприемников опасности, так как и сами они за смертью могут не исполнить своих обещаний, и при проявлении, что провенту дурной природы крещеного могут быть обманутыми, Господь говорит, не возбраняйте приходить ко мне. Матфея 19,14 Пусть, следовательно, они приходят, когда возросли. Пусть приходят, если научились, когда наставлены. Когда они идут, пусть становятся христианами, когда могут познавать Христа. С чего спешить невинному возрасту к отпущению грехов? Неужели осторожнее поступают в житейских делах, чтобы вверять божественную сущность тому, кому не вверяется еще земное? Пусть научаются просить о спасении, чтобы явно было для тебя, что ты дал просящему. Лука 6,30 Не с меньшим основанием должны быть также задерживаемые и безбрачные, так как им предстоит искушение, как девам по прещению зрелого возраста, так и в дом, вследствие их суетности. Дальше. Пока они или выйдут замуж, или укрепятся в воздержании, если бы уразумели важность крещения, то скорее боялись бы поспешности, нежели замедления. Чистая вера уверена в спасении. Тертулиан о времени крещения. Евгений Трабко. Насчет восприемников полностью согласен. Сегодня это все зачастую формально. По сути нет никакого восприемничества сегодня в современном православии. Восприемников детоводителей ко Христу сегодня при таинстве крещения нет. Восприемник крестный, он же детоводитель ко Христу, должен детоводить младенца после крещения до его совершеннолетия ко Христу. Пока что не увидит полного обращения этого крещеного младенца ко Христу. А сегодня это детоводительство отсутствует. Все формально для галочки крещения. Правильно, так и есть. И еще давайте поговорим о школе. Для меня кажется, само собой разумеющимся, что проведение так называемой воскресной школы вне божественной литургии находится в глубоком противоречии с духом православия. Воскресная литургия – это радостное собрание церковной общины, и ребенок должен знать и чувствовать это задолго до того, как он постигнет глубинный смысл этого собрания. Мне кажется, что воскресенье – не лучший день для занятий в церковной школе. Воскресенье – это прежде всего литургический день, поэтому он должен быть связан в первую очередь с церковью, с литургией. Намного лучше будет провести занятия в субботу, перед всеночной или вечерней. Тот аргумент, что родители не могут приводить детей в церковь два раза в неделю, просто свидетельствует о лености и греховной небрежности по отношению к тому, что так важно нашим детям. Субботний вечер – это начало воскресенья, и он должен быть литургически освящен, как и воскресное утро. Ведь поэтому во всех православных церквях, во всем мире вечерняя и всеночная служатся вечером, накануне праздников и воскресенья. И нет причин, по которым мы не сможем устроить нашу церковную жизнь по тому же укладу. Школа вечерняя, литургия, когда школа будет для детей необходимой подготовкой и введением в День Господень его воскресенье. Протопресвитер Александр Шмэман. То есть он говорит не свое, а там взял Тартулиана, а тут Шмэмана берет. Анастасия, не знаю, по-моему, это лучший день для духовной пищи детям. Поскольку литургия проходит еще сквозь уши, то должно быть что-то, что зацепится в детской голове. Конечно, они стоят, ничего не знают. У нас в это время выговорились и позанимались, а дальше что-то еще и достанется. Это рисование прочитанного эпизода Библии, пение детских песен, чтение рассказов. Евгений Трапко. Александр Шмэман склоняется к тому, чтобы дети присутствовали на литургии, а не были где-то там, за стенами во время ее. Нет, нет, не целиком, все. Выводить у нас выводят, с детьми занимаются, в отареме заходят и еще успеют два раза устать. Может быть, потому что у них литургия в Америке проходила на английском, и все было всем понятно. Нежели нам... Нежели нам. Нежели нам, когда и нам то на церковно-славянском непонятно, а детям то как понять. Да никак. Пусть лучше там за стенкой побудут, там и понять не будет, хоть что-то в голове останется. Наталья Усата. Евгений, я согласна по поводу крещения. Детей у меня... Детей. И меня мучил этот вопрос. Я сама моченая, и две дочки мои, только сын нет. Об этом я думал и мучил этот вопрос. В моем случае это надо делать в тайна, и не знаю, где в Германии. Тяжело с этим. Надо машину далеко. Надо машину, запятая, далеко ехать. Молюсь об этом. А Господь, запятая, Он видит, в чем я имею нужду. Как Тимофей последовал бабушкиной вере христианству. Есть и его послание. И я надеюсь тоже, что Господь усмотрит. Анастасия. А-а-а, я не знаю порядка. Думала, что школа идет после литургии. У меня в детстве так и было. Сначала слушаешь много взрослого чтения, молитв и так далее. Потом идешь с детьми на детское служение. Детям обязательно нужно быть на литургии. Хоть и не все понимают. Это отпечатывается. Евгений Трабко. Наталья, вопрос к крестным детям ваших. Какое сейчас они имеют отношение к детям? И как они участвуют в воспитании веры христианских в детях? Крестные должны помогать вам воспитывать духовно детей. Помогает ли они это делать? Если нет, они нарушают обеты по обещанию крещения и попадают под клятву обмана и неверности Богу и Церкви Православной. Наталья Усатая. Я детей приводила на литургии, но место ни на кого детям... Не на... Но место ни на кого детям видны одни ноги. Ну где они? У нас стоят впереди дети, а у них там, ну да, в храм приди. Никто там не впереди. Понятно, просто запятых, как упало, стоят, я не понимаю. Ну, она говорит, а как у тебя появилось вот такое... Это я понимаю, да. Допустим, этот, ну, кажется, Аркадий Райкин спрашивает, он там юборжный, я сказал, говорит, как? Мама меня потеряла в вагоне. В автобусе-то и спрашивает, Абаркаша, ты где в вагоне-то? Мама, я здесь, тут вокруг одни попки только. И там... Все засмеялись. И там, что творится, они понимают, как я им говорю. И только спрашивает, а почему другие не такие, как мы? И я перестала. Подрастут, сами сделают выбор. Анастасия. По поводу непонятного языка недавно слушала Геннадия Фаста. Он за то, чтобы, конечно, сохранить церковно-славянский, но воцерковлять и русский язык, включить в литургии иврит и греческий. Также интересную мысль сказал, что несмотря на то, что во времена Христа разговорным языком был арамейский, литургия в храме совершалась на иврите. Анастасия. Я спрашивала, когда Рапсак говорил на арамейском и на иврите. Анастасия. Наталья, вы перестали водить детей на литургию? Наталья Устатая. Да. До сих пор в Грузии, Тбилиси, ассирийцы проводят всю литургию на арамейском. У меня здесь есть много арамейцев, христиан, знакомых. Так они о посте Петра и Павла ничего не знают. И не держат. А взрослые женщины одеваются, как настоящие христианки. Их сдалека узнаешь. Девушки очень красивые, но язык сложный. Я пыталась прислушаться. Запятая. Смешанный с древним арабским. У них Бога лех и все на ха. Не как у мусульман. Но мужчины все бритые, только усы оставляют. А молодежь такая же, как у нас. Ну, целомудрия девица сохраняет. Я сейчас не вожу их. Запятая. Запятая. Они в церкви, им вход туда запрещен. И в церкви, церковь перестали далеко, пересвели далеко от нас. А крестные вообще никакое, никакое попечения не имеют. Я уже перестала с ними общаться. Много беседовала с ними. Бесполезно. Или беседовала с ними бесполезно. Или беседовала с ними бесполезно. Они Евангелие не принимают и не понимают ничего из Библии. И в счет не берут. Или не понимают и ничего из Библии в счет не берут. Нет церкви из-за крещения. Имейте в виду. Это очень важно, чтобы были в постоянном служении. Впитывали. Я когда приехала с мужем сюда, мы были как беженцы. Здесь холодно. Мы в летних одеждах. По лагерям нас точками. И люди все такие злые. Помогали только сирийцы. И вьетнамка одна женщина. Я еще была на третьем месяце беременности. Я уверовала здесь в Германии. Была беременна с сыном на шестом месяце. На меня сошел Дух Святой. И поняла, что есть только один Господь Иисус Христос. Евгений Трабко. Натальи веры христианской. То, по сути, у меня не было. Запятой нет. Христиане не могут заключать браки с мусульманами. Нам это запрещено. Что общего у верных с неверными? Что общего у света со тьмой? Анастасия. Слава Господу, Наталья Усатая. Да не было. Я даже до 16-ти лет никогда не слышал о слове грех. Мои родители ничего не говорили о Боге. Отец у меня никакой. Два раза. Читал Евангелие, ничего не понял. Закрыто оно для него. Говорит, оно написано все об Иисусе и учениках Его. С детства я молилась как Богу Отцу. Сама не знаю как, но Господь всегда отвечал на мои молитвы. С 2000 года мы переехали в Молдавию, Кишинев. Там у меня много чего произошло. Первое желание у меня было притихнув в церковь. Она была такая красивая. Увидеть там Бога. Для меня настолько божественное было ощущение. Как будто кто-то трогает и утешает меня невидимой рукой. У меня всегда в храме потоки слез. Я не могу их остановить. Я молилась Кресту как Сыну Живого Бога. И всегда в молитве получала ответ. И всегда спрашивала, а кто этот человек на кресте? И за что его распяли? И мне так его жаль было. Моя мама даже начала ревновать. Что при каждом звоне колокола все бросал и бежал на службу. Валентина Сардисон. Наталья, ты говоришь, люди были злые. Действительно, люди не были рады беженцам, которые лезли через чещели. Но тем не менее, правительство приняло многотысячную толпу. Обогрело, накормило и до сих пор задержит. Ведь сюда лезут не для того, чтобы работать, а чтобы жить на халяву. А обеспечение их ложится на плечи налогоплательщиков. В Германии, это в Германии так. На плечи налогоплательщиков. Мои дети работают с такими. И говорят, что они совершенно не работают. А более того, не хотят. Поэтому на людей не стоит обижаться, а благодарить Бога за все блага. Наталья Усатая. Я в Молдавии читала жития святых и не понимала многого. Оно было закрыто от меня. Я когда покаялась и сошел в Дух Святой, Господь, как во многоновение око, как на пленке в голове всю мою жизнь, мне показал грехи, которые я забыла. Все мои вопросы просто улетучились. Я читаю Евангелие ночью, просто желаю им. Злые не немцы, а иностранцы. Постоянно сербы, пакистанцы и арабы устраивали драки с дубинками и ножами. После лагерей переводят в город. Хаим. Такие дома для семей. Там уже легче. Но было семьям им и похуже. В одной комнате 3-4 семьи. Много детей. Все кричат. Дерутся. Внутри курят. Или внутри, наверное. Мне повезло. Русскоязычным дают отдельную комнату. Запах там был, как будто спишь со свиньями. Но зато тепло. Хорошее отопление. Я рада сейчас, Господу, что здесь нахожусь. Это был для меня урок с мужем. Сравнить Грецию с Германией. И люди разные. Хорошо, когда знаешь языки. Со всеми разговариваешь. И интересно, люди из разных стран. Кого только не было. Только кого только не было. Даже весело сербы и африканцы. Я с ними хорошее отношение имела всегда. Их защищал и помогал переводить на английский. Ходила с ними и к врачам. И Красный Крест. Многое мне подсказали о ней. Не первый раз приезжают сюда. Их было... Их больше всего презирает. Да все равно. Я сама потом, когда ознакомилась с всем. Еще не имея представления о жизни в Германии. То же самое, что и во всей Европе. Но я думаю, халяву будут постепенно закрывать в Греции. Тоже так было. Но греки быстро закрыли халяву. Мой муж работает. Ничего не имеет и не работает. Муж работает. Ничего не имеет и не работает. То же самое. Не знаю. Здесь какая-то система. Все в убыток. Работаешь на двух работах и нет прибыли. Поэтому люди и разводятся от такой соблазнительной системы. Я ложусь поздно. У меня страшные головные боли. Вторые сутки горит голова сильно. Валентина Зартисон. Как это ничего не имеет? Вы имеете социальные пособия и на детей. А это позволяет жить не шикарно. Ну, не нищенствовать. Я-то живу на социале. Наталья Усатая. За все благодарю Господа. Велика его милость. Сергей Игнатов. Мир вам, мы же, братья. Под это приветствие попадают жены и девы. Внимательно читаю вашу переписку. Не близки переживания, мысли и чувства во Христе Натальи Усатой. Восхищает и радует простота. Веселый нрав нашей Анастасии. Трезвая оценка Валентины Зартисон. Вклада гостей Востока в экономику Германии. Из разоренных масонами государств. Содержательное повествование Евгения Трабко и верно помощника нашего наставника во Христе Евгения Евтушенко. Всем вам так и хочется сказать. Храни вас Бог, дорогие. Спаси Христос. Данного нам, Господом наставника и Учителя во Христе, через которым мы взошли на более высокий уровень понимания Слова Божия и получили толчок жизни во Христе, но не все. Даже избранный Господом апостол Иуда Искариот не устоял в истине, соблазнился, предал Христа, потерял апостольское звание, не принес плодов покаяния, плохо окончил жизнь и попал к сатане в ад. Серитиками, которые много рассуждают о Боге, прикрывают свои ложные измышления стихами из Святой Библии, сложнее. Но вооружившись знанием святых в Писании, в толковании отцов и учителей православной церкви, православные христиане не дают увлечь себя в их сети. Ожидал и дают им достойный отпор, молясь об их вразумении. Аминь. Вот тут говорит, зашел один Савченко, там Константин, и да вся религия хороша, и перед Богом все и стихами. Тут о чем он говорит, надо понять. Вика Пахомова. Спасибо большое, буду молиться. Она и говорит, так, вот мой сын хотел быть православным, но когда он начал ходить в православный храм, ему почему-то никто не дал Библию. Ну понятно, мне тоже никто Библию не давал. Я просто сама взяла ее и купила в храме. Я считаю, человек и сам должен прикладывать усилия на изучение веры, а не все на блюде с голубой каемочкой. А с другой стороны, ну и почему бы не давать Библию просто так, кто только пришел в храм? Пусть будет эта Библия бесплатно людям. Бог любит того, кто оказывает такое милосердие к своим братьям и местам в храме. Или я не права? Неужели храм обнищает? Нет, не обнищает. Ну храм-то кто такой? Какой храм? Храм-храм-храм-храм-то это не что-то, это люди. И кто будет Библию дарить? Это не Евангелие, Яна. Это Библия. Ну ты и дари. А кому ты дарить будешь, когда я стоял, сзади сейчас 750 человек зашло и вышло. 750 Библии подарить? Ну глупости. Вы вообще вон не торгуете в своем храме ничего. На что-то же живет ваша община. Надо и нам так, наверное, запятая, всем храмам православным делать. Не знаю. Сергей Игнатов. Спаси Христос, дорогой отец Игнатий, сегодня утром в 7 часов утра от 1.02.18 получил от романа Малыша очередной видеоролик, который не нахожу нужными смотреть. Я написал ему, что между нами не будет диалога, пока он не покается в своих еретических заблуждениях и не войдет обратно в лоно православной церкви. Он против церкви, против меня. Это еще вот это не написано было мною. Тот самый такой лютый враг делается. Игнатий Тихонович, здравствуйте. Храни вас Господь. Вы много раз сидели в тюрьме. Простите великодушно, простите, а не простите, за напоминание. А что у вас делали со стукачами? Кто вызнавал, послушивал секреты, предавал их администрации? Заранее благодарю вас за ответ. Игла. У нас был такой в камере. Раскусил его банщик. А ты, Володя, почему не на этапе, когда суд у тебя уже давно закончился? Ты сейчас далеко как-то, помрежь и сядь, а потом люди будут жаловаться, плохо слышно. Мы с ним беседовали, я ему свидетельствовал о Христе Иисусе. В одной камере были. Меня перевели в подвальную камеру, когда однокамерник Володя Редькин обратился ко Христу. Нас отсадили сразу же, чтобы мы не увлекли и других Богу. В лагере таковых не знал. Там работа была и без выходных. Нередко и молитва. Нет, работа без выходных нередко и молитва. А у тебя получается нередко и молитва. Помиловать нельзя, казнить. Что и как, Бог только знает. Зона была вся связанная, кроме троих. Я один армянин. Я один армянин. Я запятая. Потом один армянин с многоразовой ходкой. Ни один раз уже сидел. Еще, кажется, от свидетелей башни сторожевой. И это было, видать, в норме. А что делали на зоне архипелаг Гегулаг Александр Исаевича Солженицын, описывая Трубиловку. Их уничтожали, где это было возможно только. Владимир, слушаю вас. Познают слово Христово по вашим записям. Но Солженицын, говорят, был фрун, сука и стукач. Простите меня, хочу знать истину. Я отвечаю. Он герой, гений, Владимир. В чем его героизм? Мне непонятно. Возможно, я туго ум сбежать с фронта. То есть, он сбежал с фронта. То есть, то, что арестовали, надели наручники, разжаловали, погоны сорвали, это он сбежал. Вот это, ну, еще на это отвечать. Тут отвечать нечего. Ну, ты хоть маленько ознакомься с биографией. Это он сбежал. У меня погибла в Великую Отечественную войну большая часть семьи. Это он говорит. Научите меня. Просветите, пожалуйста, Игнать этих... Наверное, все. Игнатий Тихонович. То есть, это он все взял с интернета. С интернета и Блевотина тоже нахлебался, как Роман. Вот что это делает? И что он? Он стукач был, оказывается. Какой он стукач? Где? Ему присвоили Ветров. И он впервые спрятался за Христа. Сказал, сотрудничать я не могу. Я христианин. Это все стукач. Или он был не стукач? Правильные люди говорят, что Солженицын был стукачем. То есть, правильные люди-то, именно те правильные, которые говорят, то есть, лгут. А кто? Да они все вместе связаны в кучку. Одного шнурка его не стоит. Есть их видеозаписи. Есть видеозаписи. Какие? Видеозаписи, которые стоят клеветники, говорят. Вот записи-то какие-то. А Солженицына там нету. И нигде не написано. То есть, они терпеть его не могут. Он их всех вывел на чистый вод. Они его готовы разорвать. А в остальном вы правы. Точка. Кроме того, запятая, что он гений. А тогда ничего не остается. Что он не стукач, с этим он не соглашается. Согласен. И дальше. Герой. А не герой доказал. А тогда что согласен? Ничем и не согласен. Александр Гуськов. Прошу помощи у Игнатия Тихоновича, а не от его обезьян. То есть, те, которые знакомые мои, там говорят все. Они там вылазят, а он говорит, вы-то еще лезете, это обезьяны. Обозвал их. Роман Фроликов или Фроликов. Люди всегда были неблагодарными по отношению к Богу, благодарению Ему. Это он взял в мусульманах. Поэтому все умирают. Каждый за грех должен быть наказан вечным, мучительным, бездейственным адом после смерти. Чтобы мне избавиться от наказания, надо, чтобы кто-то другой понес мое наказание. Но никто не может умереть за меня, так как каждый должен умереть за свой грех. Так вот, Бог, слава Ему, любит нас. То Он не хочет, чтобы мы умирали навечно. Поэтому Он отправил Своего Сына Иисуса Христа, хвала Ему, чтобы Он принял нашу человеческую плоть и таким образом получил возможность умереть. То есть, вот это вставки такие, хвала Ему, там, как это, там, у мусульман принято. Ни один святой отец так не пользовался. Никто, никогда. А хорошо, конечно, хорошо. Да уж. Это нужно, чтобы Он, как безгрешный, которому не надо умирать, мог умереть за мой, за ваш грех. И Он умирает на кресте за грехи всех людей. Но как Бог, Он воскрешает сам себя. Поэтому теперь я всем говорю. Меня Он исцелил Его страданием на кресте. Меня Он искупил. Рустам. Ну и какой молодец. Я ему говорю, ну ты молодец, Роман. Это Рустам. Ну и какой я молодец. Я ничтожен перед вами. Не смейтесь. Сколько раз я снимал крест. Романа Малыша жалко. Хороший он христианин. Но лукавый связал его и держит. Теперь он еретик. Как-то снился мне сон. Вы мне говорите. Эх, Рустам, Рустам. Крест снимать, потом одевать, это все равно, что земной шар заново обойти. Тут же вспомнил я Романа Малыша, когда он говорил, что мы под куполом. Я чуть не поперхнулся. Вот так. То есть во сне они меня видят все. Я во сне с ними разговариваю. Вообще невероятно. Но теперь смотри. За этот день, за 1 февраля, ну, просто я сейчас пока покажу наши ресурсы. Вот первое, это мой мир. Это мой самый любимый ресурс, не считая Ютуба. Вот. А теперь вот что. Вчера случилось такое событие, и я хочу, чтобы его озвучить. Вот. Считай. Ушел из жизни самый скромный миллиардер. Какий был основатель... И вопрос. Какий был основатель Икея? Вот. Теперь просчитай, кто он такой. Значит, 27 января 1991 году умер Ингвард Кампрат, владелец шведской компании Икея, один из величайших бизнесменов до 20 века. Он оставил в компании из 190 тысяч человек с годовым оборотом 38 миллиардов евро, по данным AFFP. Наверное, Форбс пишет, rg.ru, эксперты журнала Vekans, не знаю даже, что-то шведское, оценили состояние Камп Рада приблизительно 62 миллиарда евро. А 1 миллиард, допустим, это 25 тонн золота. Умножено 62. То есть, это примерно 30 полных пульманов золота. Журнал... Это... Да. Журнал Форбс включил его в десятку самых богатых людей планеты. А смотри, с чего начинал. Я почему про него говорю, ты сейчас увидишь, что он мне близок. Изначально бизнес Камп Рада был основан на продаже декора и мелочей для дома. Теперь Икея, мебельная империя более чем из 300 магазинов в 40 странах мира. На нее работает свыше 1300 поставщиков. Компании принадлежит 30 мебельных и деревообрабатывающих предприятий. В ней работает 190 тысяч сотрудников. Начинал он из чего? Несмотря на то, что Камп Рад был... Поближе, сколько раз уже сказал. Подожми ноги, ну прямо... Так холодно тянет там. Несмотря на то, что Камп Рад был богатейшим человеком, о его феноменальной экономии ходят легенды. Экономист. В течение всей жизни владелец Икея ездил на поездах только вторым классом. Сам носил багаж. Одежду приобретал на распродажах. Посещал время поезда к дешевой ресторанчике. Проживал в трехзвездочных отелях. То есть, самое-самое бедное. А то самый богатый человек. И дальше... Расточительность в ресурсах, писал Камп Рад, одна из тяжелейших болезней человечества. Болезнь, когда надо, не надо звонить и по телефону. Для него миллион, а для тебя вот эта копейка. И вы не умеете ценить это. Везде ссорите деньгами. Дальше. Многие современные здания являются собой скорее памятники человеческой глупости и чеславия. Чем рациональное удовлетворение нормальных потребностей. Ну вот. Зачем копить документы, которые никогда снова не понадобятся? Тратить время на доказательства того, что вы всегда правы. Занимать телефон, когда можно написать пару строк или послать факс. Цитирует Комсомольская правда его слова. Эконом-классом летал глава и весь топ-менеджмент Икея. Все едят в общей столовой. Меню как кафе для посетителей. Ездят на работу на окраину города. Офисы компании всегда находятся на крыше магазинов, а магазины на окраинах городов, поскольку так дешевле. В магазине директора не отличишь от работника склада. Желтый верх, темный низ, дружелюбная улыбка, спокойные движения. Для поддержания статуса компании Икея не нужны роскошные машины для руководства. Швейцар в униформах, титулы и звания. По мнению Камп Рада, экономия означает немалое, а разумное использование денег. Это касается и производственных затрат, и разных официальных приемов, проходящих на высшем уровне. А вот теперь почитай у нас вот здесь, что написано. Сераха 19.1. Ни во что ставящий малое, мало-помалу придет в упадок. Вот. Это у нас, а дальше что? Разговаривать не более 2-3 минут. Проверь, правильно ли положена трубка. Вот. И поговорил, положи деньги у телефона, рассчитайся. Дальше. По мнению Камп Рада, Вот. Дальше. Жил Камп Рада так же разумно и просто. В его доме вся мебель из магазина Икеи, за исключением старого кресла и прекрасных напольных часов. Ничего нету больше. Представь, миллиардер. Он рассказывал, что 32 года пользуется одни и тем же креслом. Я пользуюсь им 32 года. Жена считает, что мне нужна новая, потому что материал загрязнился. Но в остальном оно не хуже нового. Ну, в остальном-то не хуже. Ну, помыть, да и все. Почему эту рубашку мою снимать с меня? Я 30 лет в одно и хожу. Говорят, я скупой, сказал Камп Рад в одном из редких интервью на меня. Такие слова не обижают. Да, я скупой. Да, я скупой. И горжусь этим. Лучше быть скупым, чем выбрасывать деньги на ветер. Цитирует сайт. Дальше. Автор ва брака Ингвар Камп Рад имеет трех сыновей, которые сейчас управляют бизнесом отца. И как и он отличается скромностью и сдержанностью. Например, они никогда не дают интервью журналистам и не разглашают действенный размер своего состояния. Действительный. Действительный, да. Дальше. Ингварда будет очень не хватать. И его семья, и сотрудники Икеи по всему миру будут помнить о нем с теплотой, говорят сотрудники компании. Ну, интересный материал. Да. И меня именно за экономию. Ну и дальше еще тут будет. Сейчас покажу я. Вот. Ну, я узнал сегодня про Грозовского, посчитал. И последнее его слово. Отца Глеба. О, заключительное слово отца Глеба, опубликованного 17.01. На суде. Осудили. И главное, запросил прокурор. 15 лет. Выше этого нету. По высшей шкале. При Озерском городском суде Ленинградской области 10 января 2018 года перед вынесением приговора. Значит, видимо, цитата идет. В своем слове я обращаюсь к вам, Ваша честь, и ко всем здесь присутствующим. Я говорю с надеждой, что меня услышат правильно, поймут и примут справедливое решение. Современный мир смотрит на отношения между людьми глазами Фрейда. Через призму самого низменного понимания любви. Однако, когда мы, православные люди, говорим о любви к детям, то мы не подразумеваем ничего грязного. В отличие от тех, кто не знаком с словом Агапе. Евангелие Таана 3.16. В переводе с греческого языка Агапе. Агапе – это понимание взаимоотношений и проявления высшей степени жертвенной любви. Вовсе не связанное с пониманием Фрейда. Именно об этом пишут святые отцы, и так живут тысячелетиями монахи на Афоне. Это принципиально отличает нас, христиан, от обычных людей. Мы смотрим на этот мир глазами любви, принесшей себя в жертву. Любви, способной прощать несовершенство мира, в котором мы с вами находимся. Как вы знаете, я вырос в многодетной семье, места было мало, а нас много. Однако у нас была очень дружная многодетная семья и любящая отец и мать. Это было главное. Как мне кажется, именно любви, заботы и внимания и уважения не хватает сегодня многим людям, и особенно детям. В духовной семинарии я защитил диплом на тему пастырско-педагогическая деятельность священнослужителей в детских домах и приютах. Есть копия. Его копия есть в материалах дела. Там я писал о том, что для полноценного развития ребенка очень важно не только о нем заботиться, но и проявлять к нему любовь. К сожалению, не все родители понимают это, а дети при этом испытывают нехватку родительской любви. Особенно остро это проявляется у детей в детских домах и интернатах, где я на протяжении 14 лет работал в качестве волонтера, а позже и священника. При подготовке к работе в детском доме нас консультировали педагоги и психологи. Они обращали внимание на необходимость восполнения тактильной депривации, то есть телесного контакта у детей, объясняя это тем, что это необходимо для полноценного психического и физического развития личности, а в дальнейшем и успешной социальной адаптации в обществе. Благодаря своим родителям и полученным знаниям и опыту работы в детских домах и приютах, у меня сложилась эффективная методика работы с детьми. Я убедился, что дети очень доверчивы, быстро привязываются, всячески ищут любви и ласки. Возможности взять за руку взрослых, побыть рядом, ощутить их, что их любят, и стараясь обнять взрослых, часто элементарно виснут на них. Детей не обмануть, они все чувствуют. Я никогда не злоупотреблял доверием детей, понимая всю меру ответственности, и не переходил границ дозволенного нравственным законом, стараясь лишь быть им максимально полезным. В 24 года я женился, стал мужем, отцом, священником, а позже настоятелем храма. В своем служении я продолжил педагогическую деятельность, работая с молодежью и детьми из воскресных школ и православных лагерей. За 14 лет работы я получил огромное количество благодарностей. В храм на исповедь ко мне приходили большинство женщин и матери, которые делились со мной своей непростой жизнью. Они приводили туда также своих детей. Детей и другие часто нуждались во внимании, помощи и поддержке. Я старался сделать для них все возможное, относился к ним как отец, с любовью, вниманием и пониманием. Для меня они стали родными. Бывало, что через детей выцерковлялись и их родители. Таким образом, семьи моих воспитанников становились частью моей большой семьи, моего прихода. Мне как священнику хотелось наполнить их жизнь смыслом, восполнить у них эту нехватку любви. Я не делал различия между чужими родными детьми, мальчиками или девочками. Так при надобности я мог их обнять, вместо того, чтобы оттолкнуть. В то время, как они боролись за право быть рядом со мной. Я не запрещал и брать меня за руки, садиться ко мне на колени. Некоторые дети искали моего этого внимания. Я считал, что не имею морального права быть бездушным и формальным в отношении с ними. Иногда я мог быть и строгим, и требовательным, и последовательным, и даже вполне предсказуемым. Мне было важно восполнить в моих воспитаниях дефицит агапы любви и позаботиться о них. Однако... Поднимите немножко. Дальше. В этом случае они поступают не как педофилы, а как любящие родители. Моя главная ошибка заключалась, наверное, в том, что я перешел... Не... Перешел. Я переперешел за грань того, что обычно считается обязанностью священника. И в какой-то степени взял на себя обязанность родителя. Таким образом, желая повлиять на формирование самой личности ребенка. На самом деле, задача священника, прежде всего, заботиться о душе ребенка. А мне хотелось помочь и восполнить тот необходимый дефицит любви. Об этом хорошо пишет апостол Павел. Для немощных я был как немощный, чтобы приобрести немощных. Для всех я сделался всем, чтобы спасти по крайней мере некоторых. Как вы понимаете, люди редко живут так, чтобы жертвовать всем. Своим в свободный времени. И при этом не ища во всем очередной выгоды. Меня не поняли, а точнее сказать, извратили. Сделав из меня злодея, серийного маньяка. И заставляя жить по законам этого материального мира. И не лезть туда, где большие деньги и церковная репутация. Меня научили не быть легкомысленным. Прислушиваться к намекам и угрозам. Так как это могут быть не пустые слова или сотрясание воздуха. Я человек грешный, но не насильник и не педофил. Когда я узнал о предъявляемых мне обвинениях, я долго не мог в эти сплетни поверить. И не предполагал, что можно раздуть все до мировых масштабов. Когда тебе отведут в Яндексе первое место с оттенком минус. Конечно, мне трудно было справиться с собой, своими эмоциями, как любому другому человеку в такой ситуации. Именно поэтому я порой был излишне взволнован, раздражителен, не сдержан в словах. Вовлекался в крайности. За это простите меня. Это естественная человеческая реакция. Думаю, что любой другой человек в моем положении, наверное, повел бы себя так же. Ваша честь, рассчитываю на ваше человеческое понимание и справедливое решение. В ходе судения... Решение уже заранее обычно выносится. Меня вот судили, еще ничего нет, а уже все, приговор уже вынесен. В ходе судебного соседания мы слышали показания свидетелей, полностью опровергших саму возможность совершения мною преступления, которое не может быть доказано, поскольку самого события преступления нет такового. Основываясь на своих знаниях в области педагогии и возрастной психологии, на свой личный жизненный опыт работы с детьми и молодежью, и проанализировав документы и события через призму времени, я вижу несостоятельность предъявленного мне обвинения. Мне вменяют насилие на острове Коз в Греции и на острове Коневец в России, когда вместе с детьми и рядом были их родные. Девочки, о которых идет речь, постоянно старались обратить на себя внимание, таким образом компенсируя нехватку родительской любви и ласки. Обвинение по острову Коневец выглядит абсурдно, комично и глубоко трагично для самой девочки, назовем ее Катя. Абсурдно, потому что меня арестовали за совершенное преступление в 2013 году при наличии алиби в этом же году, когда я с семьей был в Турции. Прибрав все года, начали 2009 год, когда эта девочка была в моей смене. Однако, комичность обвинения состоит в том, что после допроса троих детей из домика августа 2009 года, которые жили с Катей и дали показания, что я не заходил и не делал ничего в их домике с Катей в тихий час, обвинение отпало. Преступление в тихий час, так написано в обвинительном заключении, как и в любой другой час, не было доказано, так как оно отсутствовало. До 2013 года Катя и ее родственники обращались со мной и никаких признаков психотравмы не было. Они ездили в этот же лагерь. Катя старший ребенок в семье и, насколько мне известно, с неврологическими проблемами и близорукостью, о которой говорили специалисты по делу в своих заключениях. Однако, дело ведь в том, что может она видеть без очков или нет, а в том, что другие соседки по домику, Лиза, Саша и Юля, опровергли само событие преступления. Врачами потом были описаны синдромы Кати. Психологи отмечали, что у нее явный дефицит мужского внимания. Если фото тех лет, где она виснет на другом священнике, а не на мне, есть фото. Я никогда ничего не слышал об ее отце. Она всегда отдыхала с бабушкой-поваром, с воящницей, с настоятеля Софийского собора города Пушкина. Что же касается трагичности ситуации, то мама Катя предъявила мне и моей семье иск за моральный вред и за то, что теперь Катя, помимо близорукости и неврологии, заболела конгологическим заболеванием, раком головного мозга в свои 17 лет. В справке об этом страшном диагнозе есть в материалах дела. Неужели деньгами можно будет оправдать гибель ребенка, которого взяли, воборот, взрослые, чтобы разрушить мою жизнь и жизнь моей семьи? Почему у Кати не было в суде, чтобы сказать мне в глаза, что преступления не было? Значит, кому-то это было выгодно. Коротко по обвинению с острова Кос в Греции. Назовем девочку Маши, она из неполной семьи. Ее родители были в разводе до обвинения. Девочка с отцом не общалась, но после обвинения вдруг начала посещать секции хатха-йоги, которые вел ее отец Игорь, представитель индийского психокульта Шри Багавана в Санкт-Петербурге. Увидев ее в лагере на острове Кос, я запомнил ее по отношениям с мальчиком Серафимом. Она проявляла к нему интерес, потому что он действительно был интересным и музыкально одаренным ребенком. Запомнил я ее и по агрессивному поведению по отношению к девочке Ксении, после травмы которой я довольно резко поговорил с Машей. Когда позже я познакомился с нотариальной копией осмотра социальной страницы Маши ВКонтакте, то пришел в ужас от обилия матерных выражений, которые там были. Мама Маши, назовем ее Галина, предоставила документы о том, что у девочки из родовой травмы имеется органическое поражение головного мозга. А сама мама Галина находится на лечении от онкологического заболевания в Германии. Этим было обусловлено отсутствие на суде девочки Маши. Помимо Маши, следователи сделали обвиняемым ее соседку по кровати, которую, допустим, зовут Даша. И эта девочка тоже испытывала проблемы. За несколько лет до острова Коса она лежала в психиатрической больнице. И как результат, с детства боится замкнутых пространств. Со слов ее мамы, до острова Коса у нее уже была психотравмирующая ситуация, связанная с сексуальным насилием. Этим объяснялся ее безудержный истеричный смех. Только потом я понял, почему вожатая Светлана говорила о том, что до поездки в лагерь мама Даши выспрашивала ее о том, нет ли на острове Кос педофилов. Мама Даши активно применяла к Даше лечение методом традиционной медицины и оккультизма. Чем очевидно нанесла ей духовную травму, которая, к сожалению, может в дальнейшем проявиться в каком-либо серьезном заболевании. До исследования материалов дела я не знал, что девочки жили в смежном с мальчиками номере и спали на одной кровати. На это не обратили внимания родители Даши, которые приехали на остров Кос через пару дней после нас и претензий к размещению у них не было. Дашины родители были недовольны питанием, организацией, экскурсий, а не тем, что у девочки нет отдельной кровати. Меня обвинили в совершении преступления 19 августа на фото, 21 августа. Даша спокойно сидит рядом со мной, бок о бок, в окружении детей и вожатых. Как же нужно было бояться меня, чтобы выбрать ближайшее место рядом со мной. Как раз в тот период я повредил связки на ноге, не мог ходить, и дети пришли ко мне в отель, где я жил со своей женой и детьми. Вы представляете? А ведь речь идет о ребенке со страхами, о ребенке, перенесшем очередное насилие, который затем возвращается домой и ничего не рассказывает своей родне о случившемся. Между прочим, ее родственники находились с ней же на острове Кос. По-видимому, в семьях Кати и Маше было не все благополучно. Родители обеих девочек либо не знают о том, что необходимо проявлять свои чувства к ласке, к детям, либо не умеют этого делать, вероятно, считая это лишним. Не говоря уже о том, что матери никогда не смогут заменить девочкам отца и дать им то, что может дать папа. Неудивительно, что любую заботу о детях люди, не получившие отцовской любви, воспринимают однозначно, как сексуальное домогательство, и внушают это своим детям. В психологии есть такое понятие, как тактильная депривация, болезнь, когда из-за отсутствия дефицита отсязательных ощущений изменяется психическое состояние человека, которое, в свою очередь, может повлечь нарушение других систем человеческого организма, часто несовместимых с жизнью. Не искренне жаль и детей, и их родителей. Считаю, что именно дети являются жертвами родителей, которые манипулируют ими, и втянули их в омерзительный судебный процесс. Меня волнует их дальнейшая судьба. Я понимаю свою ответственность за них, и как священник молюсь об их спасении. Я осознал, что моя вина заключается в том, что я возомнил о себе, что спасаю мир, и что моя активная общественная работа может изменить ситуацию с нравственной деградацией, сделать миру добрее и чище, и что если я не продолжу свой труд, то мои сограждане не смогут измениться к лучшему. Теперь я понимаю, что во многом я заблуждался. Я провел более 40 месяцев в застенках разных тюрем, но несмотря на все это, я до сих пор продолжаю оставаться, наверное, чрезмерно открытым, наивным, доверчивым. Даже несмотря на все то, что пришлось пройти мне и моей семье за последние 4 года страшных испытаний, я по-прежнему остаюсь в душе ребенком и верю в правосудие Божие. Я верю, что зло рано или поздно прекратится, а добро победит. Закончил свое заключительное слово цитаты из одного фильма. Не важно, в чем тебя обвиняют, истина тебя освободит. Фотография Глеба Грозовского. Пожалуйста, это вот сегодня у нас так много, показал я, ну это наш видеоканал, вот, это наш православный форум, попутно посмотреть сколько было, я еще не знаю, вчера посещаемость была 321, ну вот в этом, 270-320, колышется и ничего дальше не идет. Ну вот это видеоканал тут, ролики, вот видишь, ты на первом месте тут сидишь, в события дня, вчера мы были, ты считал здесь, и сегодня посещаемость вот какая, самый популярный Василий, 223 за 5 часов. 50, 53, ну вот, пожалуйста, ну и все на этом, я думаю, сегодня хватит, благодарю.